Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы украсим ванную комнату и одновременно побалуем себя. Сделаем соль для ванны. Все мы знаем о пользе солевых ванн. Ванны можно принимать как с обыкновенной пищевой поваренной солью, так и с морской. И как раз нам и нужна будет простая соль, которую мы в пищу применяем, и морская. Морскую соль я беру в аптеке без добавок. Чистую соль. И сама уже довожу ее до того состояния, которое мне нужно. То есть крашу, добавляю масла, какие мне нужны, добавляю различные добавки. Так как мы будем делать насыпушки, нам нужна будет и тара. Тара может быть как стеклянная, так и пластиковая, но обязательно прозрачная. Потому что мы будем красиво насыпать туда соль. Также нам могут пригодиться различные красители пищевые, эфирные масла, краски акриловые, ракушки, камушки для украшения, кисточки, клей. Первое, о чем бы мне хотелось поговорить, это о самой соли. Как ее покрасить, как подготовить ее для ванны. Я пользуюсь пищевыми красителями. Это могут быть любые. Вот здесь уже отсыпала. Разбудим водичкой и наливаем в пульверизатор. Морская соль, она крупнее. Неокрашенная соль закончилась, осталась только окрашенная. Поэтому я на примере обыкновенной пищевой соли покажу, как можно окрасить любую соль. Кроме экстра, которая очень мелкая. Соль насыпаем на бумагу, на газету, на ту поверхность, которая может у нас впитать влагу лишнюю. И из пульверизатора, разведенной краской, мы начинаем брызгать. И тут же все это перемешиваем. И смотрим, до какого состояния нам нужно еще подкрасить. Так как соль мы будем сыпать в ванну из расчета. Вот самый безобидный расчет, это в пределах 200 грамм на ванну. Соль она тяжелая, естественно, это меньше, чем стакан получается. Поэтому, как бы мы соль не окрасили, это количество никак не повлияет на цвет кожи. Да, может быть цвет в ванне немножечко окрасится, но цвет кожи она нам не покрасит. Вот здесь вы уже можете сами контролировать, какой цвет вам нужен. Самое главное не сделать лужу, иначе просто она намокнет, начнет растворяться. Можно брать более концентрированную, сделать краску, и тогда меньше вам придется брызгать. То есть меньше жидкости попадет на соль. Обязательно нужно будет потом хорошо ее просушить. Конечно, ванны с морской солью более полезны, так как там больше микроэлементов. Но и с пищевой солью, с поваренной пищевой солью, ванны ничем не хуже для здоровья человека. Единственное, если только есть противопоказания, тогда нельзя применять такие ванны. И буквально два слова скажу о мелкой соли экстра. Ее тоже можно применять для ванн, но она также идет и для декоративных каких-то изделий. Но эту соль лучше красить обыкновенными мелками. Конечно, купаться уже тогда не получится. Но если вы хотите с детьми позаниматься, обыкновенные цветные мелки нужно будет потереть на терочке, соединить с солью и тогда уже насыпать. Если же соль экстра будете применять для ванн, то ее лучше не окрашивать. Насыпать будем обязательно в сухую тару. Прям хорошо нужно будет ее просушить или прожарить на солнышке с открытыми пробками. Заранее можно все бутылочки и баночки обезжирить спирт содержащим веществом. Я использую муравьиный спирт. Это для того, чтобы в дальнейшем мы могли задекорировать бутылку нашу. То же самое можно сделать и с пробками. Я предложу вам свой способ, как насыпать красиво баночки соль. Но вы, конечно, попробуйте и другие различные варианты. Я пользуюсь не чисто морской солью. Я делаю смесь солей. Для удобства, чтобы красиво насыпать, я буду использовать вот такой конус из бумаги. Как пулечек свернула и здесь скотчем немножко прихватила. У кого есть обыкновенная вороночка, можете использовать ее. Баночку можно в наклон поставить и будем первую порцию сыпать под уголком. Вот так я насыпаю. И так мы ее контролируем. Можно дырочку больше сделать. Можно вообще насыпать ложкой сразу, если у вас горлышко большое. Можно, конечно, его так насыпать. Насыпаем первый слой. А потом стараемся уже ничего не трясти. Потом я насыпаю следующий слой цветной солью. Вот эти кристаллы очень будут красиво смотреться, потому что они крупнее, чем у пищевой соли. Можем насыпать все в одном наклоне. На одну сторону наклоненная. А можно наклонять баночку то в одну сторону, то в другую. Слои цвета можно чередовать. Так заполняем всю баночку. Зеленая, конечно, у меня еще не досохла. Но очень хочется так. Я добавлю еще место на желтый цвет. Как я сказала, из-за того, что соли нужно немного, и красителя мы все-таки немного добавляем, в ванне смесь цветов не будет безобразной. И уже до верху я буду досыпать белой. И постепенно я ее ставлю уже ровненько. Вот здесь нужно будет хорошо насыпать до самого верха. В процессе насыпания для взрослых можно было соль ароматизировать эфирными маслами. А для детей лучше использовать пищевые ароматизаторы. Но это только в том случае, если солью вы воспользуетесь в ближайшее время. Поэтому сегодня соли я ароматизировать не буду. Заполнить мы должны до самого-самого верха. Можно даже немножко попридавливать. Иначе соль потом некрасиво может просыпаться в каких-то местах. И вот теперь я закручу. Невероятно красиво получаются кристаллы крупной морской соли, окрашенные вот в этой поваренной. Очень интересный эффект. Соль вы вообще можете сделать всю пищевую. Вот сейчас смотрите, как рассыпается в разные стороны у нас соль. Сыплю я только по центру. Здесь нам даже переворачивать ничего не надо. Она прекрасно просыпается по уголкам. Все-таки она плохо высохла. И смотрим, какие волны, вот естественные вот такие волны у нас получились. Мы для этого даже ничего не переворачивали. На плечиках прям вообще лежит как янтарь. Что я хочу здесь вам показать? Сейчас мы будем насыпать ровные слои. Мы будем делать небольшой рисунок при помощи шпажки. Сам процесс очень интересный. Вы можете заняться этим с детьми. Это очень будет интересный эффект. Как для взрослых, так и для детей. И наверняка дети захотят даже скупаться в такой ванне с такой солью. Берем шпажку. И вот так вдоль стекла делаем вот такие бороздочки. И вот соль из-за того, что она у меня сыроватая, зеленая, она плохо проходит в эти бороздочки. А на самом деле она прям должна просыпаться туда. Вот так делают даже художественные рисунки. Даже верблюдов рисуют, которые идут по пустыне. Вот таким методом я так не украшу. Может быть даже вот такие простейшие рисунки. И захочется вам сделать. С крупной солью уже сложнее будет прорисовать. Поэтому, кто будет этим заниматься, делайте соль тогда более мелкую. Такой рисунок будет, если вы возьмете экстра соль, будет еще красивее смотреться. Вот так мы насыпаем, распределяем всю соль до самого горлышка. И уголок насыпать. Такий вот эффект именно с белой. Она так освежает, так придает такой контраст. И теперь мне надо будет сделать, чтобы наклон было в ту сторону. И тот уголочек буду насыпать. Здесь уже пошла чистая импровизация. То есть вы уже сами... Вот такие вот простейшие узоры вы всегда сможете сделать. А сейчас нам предстоит не менее интересный процесс. Как же задекорировать нам вот эти все бутылочки. Мы сегодня будем рисовать на бутылочках дельфинов. Дельфинов можно рисовать самим, а можно использовать трафарет. В комментариях меня спрашивали, как можно украсить ванную дельфинами. Первый из вариантов это как раз у нас будут стоять красивые бутылки в ванной с дельфинами. Обязательно бутылка должна быть обезжирена. Рисунки покрывать лаком мы потом не будем. Я смешиваю краску акриловую белую, например, с черным колером. Вот я покажу. Это не обязательно этой марки. Краска у меня моющаяся. Или будет написано влагостойкая. Вот в этих работах ничего с рисунком не произойдет. То есть вы смело можете без абразивных средств мыть вот эти бутылочки. Даже моющим средством. И быстренько просушить. Вот сейчас я вам нарисую дельфинчиков. И вы поймете, как легко их рисовать. Мы нарисуем капельку. Капельки нарисуем носик. Как у дельфинчика. Вот такой вот. А внизу... Капелька, наверное, перевернутая получилась. А внизу нарисуем хвостик. У нас есть вверху треугольничек, плавничок. И вот такие плавнички еще у нас есть. Вот, в принципе, и весь дельфинчик. Смело можно ложить. Ничего не происходит, так как соль мы плотно утрамбовали. На первых бутылках я вообще приклеивала наклеечки рыбок. Очень красиво смотрелись. Вот есть наклейки смайликов различных, бабочек и рыбок. Вы их можете увидеть у меня на страничке в стране мастеров старой работы. Рисуем капельку. Сразу хвостик. Можно маленьких, можно побольше дельфинчиков рисовать. Сейчас мы попробуем с вами еще и трафаретом что-то сделать. Один дельфинчик и второй. Не получается. Берем ваточку и стираем. Не всегда сразу все получается, поэтому не получится дельфинчик, получится просто какая-то рыбка. Тоже красота. Я нарисую немножечко кораллов. Что-то подобие кораллов получается. Ну, тоже ярко. Можно зеленые водоросли пустить. Рисунок можно сделать с двух сторон. Давайте будем использовать трафарет. Набираю губкой черную краску. Трафареты вы всегда можете вырезать. Вот у меня самодельные, прекрасно работают. Трафарет, просто вот эти прожилочки, свободные места, их можно же зарисовать. Вот смотрите, кто хотел украсить ванну дельфинами, вы же можете сделать и большие трафареты, тех же дельфинов или рыбок. И вот этой акриловой краской, моющейся, нарисовать по кафелю, например. Причем, если рисунок через какое-то время вам не понравится, вы все равно, хоть она и моющаяся, все равно можете удалить и придумать какой-то другой рисунок. Посмотрите, какие трафареты вы еще можете в данной работе использовать. Здесь полет фантазии такой огромный. И здесь, конечно, можно что-то более покрупнее сделать. Так, а теперь поработаем немножко белой краской. Когда высох дельфинчик, мы ему нарисуем глазик, такой блик небольшой. И сделаем такой объем, то есть сделаем несколько полосочек белых вдоль туловища. Как бы придадим ему объем. Несколько полосок и глазик. Те, кто будут делать с детьми, попросите, чтобы детки разукрасили всех рыбок, дельфинчиков. Купила вот такую эмаль перламутровую. Одна хамелеон называется, а другая жемчуг. Здесь тоже можно пройтись по рыбкам. Может быть тоже в виде каких-то полосочек, черточек. То есть не обязательно всю рыбку закрашивать. Это хамелеон цвет. Он переходит от розового до голубого. Попробуем жемчуг. Что-то напоминает больше как золотой цвет. Вот здесь как раз видно разницу цвета. И как он переливается, этот перламутр. Вот мы и поэкспериментировали еще и с перламутровыми красками. Краски я тоже покупала в строительном магазине. Пистолет нагрелся. Я сейчас зафиксирую ниже пробки. Сеточку я сделаю двух цветов. Кстати, на веревку можно будет повесить бирочку, где вы напишите, какая здесь присутствует соль, какие масла присутствуют или еще какие добавки. Или какое-то пожелание. И теперь буду приклеивать на крышечку различные камешки. Можно шарики, можно жемчужины. Также полубусинами, например, жемчужными, можно украсить и саму бутылку. Вот так ярко и красиво мы задекорировали крышечку, пробочку. Чем мне нравится крашеная морская соль с переходом вот так белой цветной? Тем, что вот эта соль, она смотрится как прозрачная. Как будто это действительно там есть вода. Вот эту бутылочку я задекорирую по-другому. У меня от прошлой работы, от слоника, осталась шпатлевка серая. Я немножко добавлю сюда белой краски, чтобы она была сильно густая. Мы сделаем, может быть, такой подземный, подводный грот. Это тоже как вариант. Если кому-то не нравится и достаточно будет только задекорировать горлышко, пожалуйста. В этой баночке я почти ничего не стала менять. Вот такой камешек только приклеила. Здесь применила вот такой декор. Здесь я просто внизу приклеила. Там, где я нанесла краску со шпатлевкой, так как она еще не до конца досохла, я не стала приклеивать никакие элементы. А вы можете пройтись по всей бутылочке, по низу. С этой стороны бутылку я ничем еще не украшала, но она и так прекрасно смотрится. Может быть, даже кому-то больше понравятся такие бутылочки. Просто вот как насыпана соль. У кого нет цветных камушков, вы можете взять простые камешки, покрасить акриловой краской и покрыть лаком. Как вы знаете, я всегда люблю предлагать несколько вариантов. Благодарю за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!